привет друзья вы на канале неизвестная история россии мифы и факты тема этого ролика проклятие рода юсуповых считается что княжеский рот юсуповых окружала множество тайн в том числе весьма зловещих это связано конечно же с тем что последний деятель носивший эту фамилию был одним из убийц знаменитого григория распутина и с тем что он сам в эмиграции активно распространял легенды про свой род согласно официальной родословной составленной в конце 17 века рот юсуповых происходил от ногайского мурзы юсуф бея сыновья которого при иване грозном поступили на службу москве и получили во владение городок романов бориса глебск на волге под ярославлем предком же юсуф бея считался ордынский темник едыгей в 1408 году совершивший нашествие на русь и подступавший к стенам москвы юсуповы таким образом наряду с урусовыми являются одним из немногих княжеских родов россии татарского происхождения через три поколения после переселения в россию в конце 17 века многие потомки юсуф бея приняли православие и начали зваться уже русскими именами и отчествами легенду о проклятии изложил самый скандальный представитель рода юсуповых бежавший из россии убийца распутина согласно якобы фамильному преданию однажды во время царствования федора второго алексеевича а это с 1676 по 1682 год проправнук юсуф бея абдул мурза принимал у себя в имении патриарха иоакима для сановного гостя был устроен пышный обед который патриарх весьма похвалил обрадованный абдул мурза разоткровенничал ся он скромно отвел похвалу от себя и отметил искусство своего повара тот по его словам так сумел приготовить гуся что его было не отличить от рыбы этого абдул мурзе не следовало говорить патриарх счел себя обманутым и оскорбленным и немедленно покинул дом абдул мурзы еще бы был постный день в который вкушать птицу духовному лицу не полагалось абдул мурза понял какой промах он совершил и начал придумывать как бы ему отвратить от себя гнев могущественного патриарха и не нашел ничего иного как отречься от ислама и принять православие надеясь что тогда глава русской церкви сменит гнев на милость так абдул мурза стал дмитрием сиюшевичем а по дальнему предку юсуповым но только он это сделал как к нему стал являться ночной призрак юсуф бея призрак поведал ему то что было предречено юсуф бею какой-то ногайской старухой знахаркой она предрекла что если кто-то из потомков юсуф бея отречется от ислама и примет православие то никто из мужчин в роду кроме одного из сыновей не будет жить дольше 25 лет феликс юсупов убийца распутина славился своим фантазерством собственно сейчас многие историки уверены что и свою роль при убийстве распутина он выпятил больше чем она того заслуживала в тех же воспоминаниях юсупов поведал еще много такого что должно было захватить воображение читателей но что проверить было решительно невозможно в частности что в его фамильном доме в москве он обнаружил подвал прорыты еще в 16 веке во времена опричнины и что он якобы обнаружил там скелеты людей уморенных голодом в цепях но определенные фактически основания для легенды о родовом проклятии имелись действительно многие потомки юсуф бея стали умирать не успев дать потомство так что в конце концов из трех ветвей и суповых три сына юсуф бея переселились в свое время в россию осталось только одна ветвь а в конце 19 века пресеклась и она правда это было проклятием только с одной стороны с другой единственный остававшийся в живых потомок юсуповых концентрировал в своих руках все достояние рода так что концу 19 столетия юсуповы стали одним из богатейших семейств россии феликсу юсупову было легко писать о проклятии своего рода потому что это был вообще-то не его род князь унаследовал фамилию и титул не от отца от матери вот как это случилось династия юсуповых действительно подошла к концу было ли виною тут родовое проклятие или нет неважно у бориса николаевича юсупова 1794 1849 годы жизни был сын николай борисович младший 1827 1891 годы жизни прозванный так для отличия от своего деда тоже николая борисовича николай борисович младший влюбился в графиню татьяну либо пьер проблема заключалась в том что графиня приходилось князю двоюродной сестрой и брак между ними был невозможен но молодые люди преодолели все препятствия когда слухи о скандальной связи и о намерении юсупова похитить девицу либо пьер чтобы тайно обвенчаться на ней дошли до императора николая первого он приказал арестовать юсупова князь был вынужден скрываться в 1855 году на престол взошел александр второй естественно при смене государя все заключенные и преследуемые получали амнистию молодые решили тайно обвенчаться но дело об их незаконном браке вышло из тени и разбиралась в священном синоде новый государь отличавшийся своими либеральными воззрениями особенно в отношении семьи и брака повелел оставить юсупова и либо пьер в браке без разлучения у бориса и татьяны юсуповой родилось трое детей то что их единственный сын борис умер двух месяцев от роду тоже можно если угодно считать следствием не только родового проклятия но и кары божьей за недозволенный церковными канонами союз мужская линия рода юсуповых отныне пресеклась навсегда из двух дочерей последнего юсупова младшая татьяна умерла еще в 22 года не успев выйти замуж старшая зинаида 1861 1939 годы жизни стала таким образом единственной наследницей огромного состояния княжеской фамилии одной из самых богатых невест россии в 1882 году она отказав перед этим многим знатным и блестящим женихам вышла замуж по любви за графа феликса феликсовича сумарокова эльстона которому император александр 3 разрешил присовокупить к своей фамилии фамилию своей жены и именоваться ее наследственным титулом уже через год у княжеской 4 сумароковых эльстонов юсуповых родился старший сын николай а в 1887 году сын феликс сыновья официально именовались князьями юсуповыми по матери хотя фамилию и титул отца они тоже унаследовали но ставили их уже во второй ряд похоже что родовое проклятие юсуповых действовало благодаря фамилии они прямому родству по мужской линии николай феликсович юсупов был убит на дуэли в возрасте 25 лет феликс феликсович стал анфан теребль ужасным ребенком русской истории он был бисексуалом несмотря находившие про него скандальные слухи он сумел добиться руки княжные императорской крови ирина александровны и стать таким образом в близкие родственные отношения с императорской фамилией это ирина александровна сама была отпрыском сомнительного с церковной точки зрения брака великого князя александра михайловича на своей двоюродной племянницы ксении александровне родной сестре николая второго будучи убежден в том что григорий распутин оказывает вредное и гибельное влияние на царскую чету юсупов принял активное участие в заговоре с целью устранения распутина в своих мемуарах юсупов приписал себе главную заслугу убийство старца как теперь выяснено весь заговор был организован английской разведкой а юсупов тщательно сбивал своих читателей со следа но что интересно застрелил распутина в упор резидент британской разведки освальд рейнер который в оксфорде был бойфрендом юсупова после революции юсуповы выехали за границу где жили безбедно в отличие от сотен тысяч вынужденных русских иммигрантов фикция рода юсуповых тоже пресеклась как и сам этот род у феликса и ирины не оказалось сыновей для того чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории россии а также разбор выдуманных мифов которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору подпишись на канал и поставь лайк мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю россии